Дорогова! И я здесь начинал, вселенного, сердца, happens in the sost combination of the blessings of the city of Belthchut. В districts бездار за документацию поuity. В 1960 году отец неожиданно получил письмо от старшего брата Павла Кондаласова, который отыскал его. Оказалось, что он обосновался в деревне Едяй на берегу Лены, примерно в 200 километрах выше Якутска. Вероятно, в связи с этим родители начали обсуждать возможность переезда в центральную Якутию, ближе к своим братьям. Сирильникер, Бодайбога, Барамбаран, Вега, Блюгучин, Невятях, Киете. Холбос встретил рабын Сейныга, склад Шебедесинан, Лелигопута. Холбос направил отца на работу с заведующим складом в селе Синск, Сейны по-якутски, в 20 километрах от своего брата. На берегу нас встретил пожилой сахаляр Макаров с лошадиной повозкой. Это был типичный сахаляр, по внешнему виду русский, но говорящий по-якутски. По-русски он говорил плохо. Более молодые сахаляры Синско-русский язык знали неплохо, но чувствовалось, что это не их родной язык. Большинство из них были потомками янщиков и других жителей станции Иркутска-Яркутского почтового тракта, основанного в 1743 году на землях центрального якутского кангаласского племени. Мы нагрузили наше имущество, состоящее из железных кроватей, одежды, посуды и некоторых других вещей на телеву. Получилась довольно внушительная поклажа, которую лошадь осилила с некоторыми усилиями. Отведенный нам дом с двумя комнатами и низким потолком не шел ни в какое сравнение с нашей усадьбой в Жиганске. В этом селе произошло важное для всей моей дальнейшей судьбы событие. Отец мне принес книгу «Кардемского математическая смекалка». Это была прекрасная гимнастика ума, и я впервые почувствовал интерес к математике. Раньше он дарил мне книги по моделизму, наборы для технического творчества. При этом он покупал новую книгу только после того, как я хорошо усваивал старую. Большой удачей было то, что наш учитель математики Сахронов Трофим Трофимович оказался прекрасным педагогом. Много лет спустя я узнал с удивлением, что он был студентом-геологом, находящимся в академическом отпуске за нарушение дисциплины, кажется, выпивку в общежитии. Оказалось, что в это время его старший брат учился в аспирантуре по математике Ленинградского университета, а младший брат был студентом-математиком. Но ничего этого мы тогда не знали. У него самого тоже были несомненные математические и врожденные педагогические способности. Природа наделила его открытым лицом, большими умными глазами и бархатным голосом. До этого в Жиганске учителем математики была русская женщина, жена-геолога, которая формально относилась к своим обязанностям. Дело осложнялось тем, что у нас были учебники на якутском языке, а она преподавала на русском. Это был первый год проводившегося тогда перевода обучения математики в якутских школах с родного на русский язык обучения. Мы мало что понимали из ее невнятных уроков, но она относилась к этому с полным безразличием. А в Синске у меня был отличный учитель, учебник на русском языке преподавания и пробудившийся благодаря книге Картенского «Интерес к математике». Я стал отличником по этому предмету. Вторым событием было начало знакомства с французской литературой благодаря классной руководительнице и учителю русского языка Золотолевой Елизавете Георгиевне, которая одалживала нам книги из своей личной библиотеки. Разумеется, наибольший интерес вызвали у нас романы Александра Дюмар. Председателем местного сельфо был Савинов, который запомнился тем, что был в молодости начальником колчаковской милиции. Рассказывали, что он приказал разрезать провода телеграфной линии Якутск-Иркутск, собрать их и спрятать. Другим событием гражданской войны было внезапное вооруженное нападение якутских повстанцев в 1922 году на Красный гарнизон, который был вынужден утопить свой пулемет в реке Синее, бросив его с обрыва возле церкви. До этого они отстреливались с колокольни, но, возможно, исчерпали патроны. С момента этих событий прошло в то время 40 лет и еще было много людей, которые помнили их. В Жиганске я знал одного бывшего красного партизана по фамилии Фомин, сын которого был моим сверстником. Нашим соседом был один из первых чекистов, майор Константинов, который жил с женой на пенсии в большом доме и ни с кем не общался. Была семья из детей и внуков известного белого командира Сылык, а многие ветераны войны 1941-1945 года, мобилизованные в ее конце. Были тогда моложе моего 40-летнего дяди-художника, жившего в Якутске. Интересно также, что в Жиганске дети на переменах по инициативе русских девочек водили хороводы, играли в народные танцевальные игры «Золотые ворота», «Пропустите меня», как я просто сеяла. Сеяла, а в Симске старшеклассники увлеченные играли в бильярд. 1 часа бағынай жақтыра жеттігер, домовастығы демпредимекке уретері. Кайдық күлттен солық, олаты шиылыш, оңырын мұлын нұртуғанайқы сөбеуін, қайдық қортосқаттан 40 мал, оңырын ұрбағы сауатын өтіктерге туғанайқы сөбеуін тоғынан кәпсейді. Осколыға мен күтті бейір партыға самысуыны Петрден, өдейттен кәлен интернақ көл ұрани өренер, бұжырға ипаттықтақ, көні мұрыннақ, ол бергіл ұрбуты. Қайыт көні ұл апытың көні, кеме білі бәткеге, тұға әккереті сөзжен сүгінден көрден өлірбеттен сұрағы істебетім. Бейгіл ұрбут сағана, күған тоқсыңуға, күдамнақ тұмны сағана, бер керген бар арысың жер көгіхі, білер кейті тағыржыға қарғы көгіл әбітеті. Оны сүрдеған сұған жонар әлбәқті көпсетілдері. Бүті әгір маңнығы істем. Піроветшіқ детейден видео бары мен өскұла керемінден әкарау құраддықпіне бітті құға әтімден көпсәбетім. Түгінші 9612 салалаққа, олаты мен 14 састақпар, декусайға барары теплоход күйтен тұрбопыт. Мен қарақпын сөмен баран, бұ теплоход білген қанның бары болуы едеммен санағы бұтым. Оны кейне құрды қаннығы арыл аттынан ұстан еребеттен көрбетім. Санағы бар ол түгі ұрақ барын, теплоход түгі түргенек ұстарын, санаған көрім барамын қарақпын аспытым. Онына маңнық жағы 8 минуты, онына 8 сүкінде аспытың көнінде көстіға дейін білер бітім. Жекірдікті оның бол бұтығыр мен ұлқанның сөқпетім. Жанғырум, ием ұлқанның балтым, әміне сүрдең сөқпеттері оның қойыт құрық санылары. Етіннің жекітті түбілікті мен ұлқпор едік әнетттен өсі қаған дағаны бол батығы.